Ну и просто нажмите на кнопку. Сегодня против вас играют Ксения Александровна Цыкова, историк и библиограф из Москвы. Ксения Аспирант исторического факультета МГУ. Вторым соперником Григория становится Алексей Григорьевич Филановский, предприниматель из Киева. Ну что же, я желаю вам успеха. Сейчас обратите внимание на наш центральный монитор. Вот он слева от меня. Там вы видите все темы нашей сегодняшней игры. А я тем временем напоминаю о том, что спонсор нашей программы, торговая марка Эрих Краузе. Эрих Краузе это качественные канцелярские товары для повседневных работ в офисе и дома. Эрих Краузе. Важна каждая мелочь. Ксения, Григорий, Алексей, я желаю вам успеха. И мы начинаем первый раунд. Мы начинаем первый раунд. И вот его тема. Бизнес, поиски и находки, самозванцы, немое кино, яблочко и поцелуи. Прошу вас, Григорий, начинайте. Поиски и находки 300. Этот легендарный корабль искали больше ста лет и обнаружили прошлой весной в устье реки на юго-востоке Великобритании на глубине около 4 метров. Это легендарный корабль «Бигль». Корабль Дарвина. Дальше. Бизнес 300. Купец Афанасий Никитин подолгу шел, оберегая этот товар, купленный в Армузе и с большой выгодой продал его в Индии. Кофе. Кофе. Подолгу шел, оберегая этот товар. Шел он, потому что оберегал замечательного жеребца, которого потом с выгодой продал в Индии. Арабского жеребца. Дальше. Немое кино 300. Трое проедок Макса Линдера, снятые в 1920-х годах, были пародии на это произведение всемирной литературы. Эх, яблочко 300. Этот селекционер вывел яблони Пипин Шафранный, Славянку и Бессемянку, который дал свое имя. Семиренко. Нет. Мичурин. Дальше. Поцелуи 300. Полторы четвертинки российской и розовая крепкая по рубь 37 венечка хотел слить в этот невзрачный и тошнотворный поцелуй, которым уместнее поливать фикус. Поцелуй комсомолки. Как? Поцелуй комсомолки. Нет. Нет. Легендарный коктейль Ерофеева, в котором фигурирует комсомолка, назывался Слеза комсомолки. А вот поцелуй тети Клавы. Дальше. Григорий. Самозванцы 300. В сказке этого немца принц-самозванец портной Лобакан выдал себя за сына султана, но в конце концов обман раскрылся. Гауф. Вильгельм Гауф. Синяя, браво. Играйте. Самозванцы 400. До того, как объявить себя Петром Третьим, Пугачёв прошёл семилетнюю и русско-турецкую войну, дослужившись до этого младшего офицерского чина. Оружий. Далее. Самозванцы 200. Вам достаётся аукцион. 300 у вас, минус 600 у Алексея и ноль у Григория. 300. 300, ну, собственно говоря, ва-банк, действительно. У нас только начало первого раунда рисковать можно. На роль сына этих французов претендовал 31 самозванец. Потомок одного из них требовал наследства аж в 1911 году. На роль сына этих французов. Пас. Историк мне говорит пас. на вот такой вот заданный вопрос. Людовик 16 и... Мария Антуанетта. Слава богу, что здесь хоть не промолчали. Людовик 16 и Мария Антуанетта. Увы, вы проигрываете 300 рублей. Прошу вас, Ксения. Поиски и находки 400. Самая древняя из этих изделий ручной работы найдена полвека назад на Алтае. В слое вечной мерзлоты оно пролежало 25 веков. Ковер. Дальше. Поиски и находки 500. Любовное послание, найденное в Иране, отнесли к 2000 году до нашей эры. В тексте, вытесанном на камни весом в 16 килограммов, юноша просил девушку об этом. начинал выйти за него замуж. Нет. Поскромнее. А поцелуи. И не а поцелуи. Еще более скромно о свидании. Дальше. Не мой кино 400. Из сельскохозяйственного колледжа в Таранто он был изгнан за любовные похождения. Позже в совершенстве воплотил в кино тип экзотического героя любовного. Валентино. Браво, Рудольфо Валентино. Не мой кино 200. К нам едет король экрана. Нас посетит закройщик из Таршка, похититель трех миллионов, личный друг мисс Мэнд и возлюбленный Аэлиты, кого имела в виду афиша прошлого века. Ильинского. Игоря Ильинского, да, Алексей. Бизнес 200. Мамаша грудь ребенку дала. Ребенок с капремизносу сосет, как будто не грудь, а долар. Занят серьезным бизнесом. Автора назовите. Маяковский. Верно, Алексей, прошу вас. Бизнес 400. Вам настаётся код в мешке. Минус 700 у вас, 400 у Григория, минус 500 у Ксении. Тема к оружию. Стоимость 650. Григорию. Григорий. Спасибо. Играем с вами. Дайте изображение. Перед вами боец с ручным противотанковым анатометом. А как назывался его далекий предок, поступивший на службу в английскую армию в 1942 году? Фауст Патрон. Фауст Патрон в английскую армию в 1942 году. Блистательный ответ. Правильный ответ. Базука. Минус 500, минус 250 и минус 700. Дальше. Яблочко 200. Войдёшь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие. Старые мебели, красного дерева, сушёного, липового цвета. Писал Бунин в этом рассказе. Антоновские яблоки. Верно, Ксения. Поцелуй 400. Его бронзовая скульптура «Поцелуй», похищенная из музея «Сталинградская битва», прошлой зимой была найдена и возвращена на место. Роден. Конечно. Поцелуй 200. В 16-17 веках этот обряд на Руси означал высшую форму почёта хозяина гостям. Если гость отказывался, его выгоняли из дома. Ну, это троекратное целование. С кем? С хозяином, соответственно. Нет, ответ неверный. С его женой? Да, совершенно верно. Лобезаться надо было с хозяйкой. Поцелуй 500. Сотрудники Академии стоматологии в Чикаго недавно объявили поцелуй профилактическим средствам против этого заболевания на полном серьёзе. Небось, против кариеса. Да. Бизнес 500. Согласно коммерческому словарю, динамитчик с бешеной энергией торгует вовсе не взрывчаткой. А чем же? Ненадёжными ценными бумагами. Ну, русский термин. Алексей? Самозванцы 100. Мастера этой древней индийской системы бьют тревогу из-за обилия инструкторов-самозванцев, заставляющих учеников выполнять неправильные и опасные упражнения. Йога. Верно. Григорий? Поиски 200. В их крепких желудках находили жестяные банки, подковы, кастрюли, чемоданы, пишущие машинки, гранаты и даже подводные мины. Акулы. Верно, Алексей? Бизнес 100. Некоторые американские студенты зарабатывают головой до 150 долларов в неделю, размещая на своих лбах именно это. Рекламное объявление. Да. Аплодисменты. Яблочко 500. Кельты верили, что на этом острове, название которого происходит от слова «яблоко», растут яблоки, дарующие бессмертие. Авалон. Алексей? Не мой кино 100. Контракт предписывал Мэри Пикфорд не совершать поступков, несовместимых с характером ее экранных героинь, не посещать ночные клубы и рестораны, не носить эффектные драгоценности и такие платья. Сильно декортированное. Верно. Поцелуи 100. Эту песню с испанского перевели на 120 языков. Языков, пожалуй, абсолютный рекорд. Я бы сама мучу. Совершенно верно. Бесса мне, бесса мне мучу. Что означает, как к теме-то относится, да? Целуй меня. Целуй меня, да. Моцно. Мицно, да, как правильно? Мицно, да. Миц. Моцно. А то вы что-то там заметили по поводу того, что динамитчик это русский термин. По-украински как динамитчика называют? Мы на Украине как-то больше английскими пользуемся. Спасибо. Поиски находки 100. Найдя такой орех, состоящий не из двух, а из трех долей, древний грек считал, что огромное богатство ему обеспечено. Примет эта верная. Грецкий. Конечно. Завершён первый раунд. Минус 150 у Григория, 100 у Алексея, 400 у Ксении. А во втором раунде наши ставки увеличиваются, то есть стоимость вопросов. Увеличивается. Впереди второй раунд. Дорогие друзья, мы в студии, мы разыграем второй раунд. Я напоминаю о том, что согласно нашим правилам, тот игрок, которому удастся выиграть три игры подряд, получает замечательный приз, золотой приз Эрих Краузе. Это перо ручной работы, изготовленное из жёлтой, украшенное россыпью драгоценных камней. Тот же игрок, который в нашей игре занимает второе место, получает поощрительный приз Эрих Краузе. Это полный набор канцелярской продукции для одного рабочего места, от клеи эластиков до степлеров и архивных папок Эрих Краузе. Позвольте предложить вашему вниманию темы нашего второго раунда. Локомотив. Закон есть закон. Кисти и краски. С ума сойти. Сонная тема и гранаты. Прошу вас, Григорий, начинайте. Закон есть закон 600. Вам тут же достаётся аукцион, и мы его вынуждены разыграть именно с вами за его номинальную стоимость. Согласно одному из законов мерфологии, если по схеме требуется N деталей, то на складе их окажется именно столько. N минус одна. Естественно. Играйте. Кисти и краски 600. Эти два полотна Гоя соединил особым шарниром, что позволяло мгновенно одеть женщину на глазах у потрясённой публики. Маха одетая, маха обнажённая. Верно. Локомотив 800. В 2004 году чемпионом Болгарии по футболу неожиданно для многих стал локомотив из этого города. Исплоудио. Верно, Алексей. Локомотив 600. Обыграв тбилисское «Динамо» со счётом 2-0, московский локомотив 68 лет назад стал первым победителем этого турнира. Кубка СССР. Верно. Алексей. Локомотив 1000. Вам достаётся кот в мешке. Вопрос нужно кому-нибудь отдать. Подкинуть кота в мешке. Ох, какая у него тема. Напомню, Алексей Григорьевич Филановский, который сейчас у нас будет подкидывать этого кота в мешке, приехал к нам из Киева. Сам он киевский предприниматель. Вот вопрос с такой темой вам нужно отдать. Улица Киева. И стоимость 750. Ну, кто, на ваш взгляд, знает хуже ваш родной город, Григорию или Ксения? Так кто лучше-лучше? Наверное, Григорию. Григорий, играем с вами. Дайте, пожалуйста, изображение. Стоимость 750. Перед вами угол улицы Прорезной и Крещатика, где некогда дежурил городовой Семён Небаба. Однако памятник там поставили совсем другому трудяге. Какому? Уж не по Яковскому, Олег. Совершенно верно. Который там потихонечку воровал, а городовой Небаба ему покровительствовал. Естественно, не бесплатно. Дальше. С ума сойти, 600. В преклонном возрасте он впал в нищету и к ужасу соседей нередко выскакивал на улицу, в чём мать родила, испуская Тарзаньи вопли. Беру с него, что? Да нет. А? Может, надо Вайсмюллер? Совершенно верно. Джонни Вайсмюллер. Сонная, 600. Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зелёная вода, когда к элеваторной колонной вошли военные суда? Автора назовите. Это блок. Дальше. Гранаты 600. Вам достаётся аукцион. Тем временем 400 у Ксении, полторы тысячи у Алексея и 1800 у вас. Ставка. Давайте тысяча. Тысяча. Что скажете, Алексей? Ммм, ва-банк. Ва-банк. Что скажете, Григорий? Ва-банк. Играем. Эта ягода дала название зелёному гранату Гроссуляру, который встречается и на Урале, и в Якутии. Какая же ягода? Крыжовник. Браво! А почему? Цвет, форма. Просто интуиция, да? Гроссулариум. Иначе называется крыжовник. Браво, играйте. Гранаты 800. В турецком городе Сиди вам расскажут легенду, чтобы избавить девушку от домогательств отца, боги превратили её именно в это, о чём говорит само название города. В дерево граната. В гранатовое дерево. Совершенно верно. Сиде. Сиде это гранатовое дерево в переводе. Дальше. Гранаты 400. Готовясь выйти на сцену в этой роли, Анна Павлова всегда прикалывала к белому костюму большую гранатовую брошь. Умирающий лебедь. Совершенно верно. А брошь гранатовая изображала след от рана. Кисти и краски 800. Поклонники называли его богатырём русской живописи. Но и они признавали, что и в рисунке, и в колорите есть огрехи. Брат в богатыри не выбился. Воснецов, наверное. Виктор Воснецов, да. Ну, а брат, соответственно, Аполлинарий. Алексей. Локомотив 400. Этот чемпион Олимпиад мира и Европы, по словам Анатолия Тарасова, игрок для заглавных ролей. Всю жизнь он был верен локомотиву. Хотя куда только не звали. Якушев. Виктор Якушев. Совершенно верно. Имеется в виду хоккей с шайбой. Дальше. Локомотив 200. Именно этот локомотив задаёт тон в чемпионате России по волейболу. Белгород. Совершенно верно. Локомотив Белогорье. Если более точным быть. Сонная тема 800. Знакомый Марка Твена всё время подозревал, что под его кроватью кто-то прячется и потому не спал. Писатель посоветовал сделать с кроватью именно это. Помогло? Отпилить ножки. Совершенно верно. С ума сойти 800. Эта королева Кастильи Арагона после смерти своего неверного мужа три года не позволяла его хоронить, держа в супружеской постели его набальзамированное тело. Уж ты забыла? Арагонская, соответственно. Нет. Тему вспомнить? Хуана Безумная. Роман от 200. Этот двор по производству боеприпасов основали в Москве в 1662 году и ведал им пушкарский приказ. Мы с гранатный двор. Гранатный двор, верно. Сонная тысяча. Перед вами картина «Спящий пастушок». Назовите художника. И никто не назовет? Венецианов. Кисти краски тысяча. Нынешний весной в Эрмитаже рядом с этим полотном Рубенса экспонировалась картина на тот же сюжет в кабинетном формате из частного собрания. Как картина называется? Тоже как не очень хорошо у нас живопись. Известнейшая картина «Союз земли и воды». Закон есть закон 800. По мнению Джорджа Буша, подписавшего этот закон в ноябре 2003 года, таким образом правительство защищает невинных детей от ужасной формы насилия. Неужели запрете абортов? Да. Запрете абортов на поздних сроках беременности. Кисти краски 400. Даже этот классический сюжет эксцентричный Сальвадор Дали увидел по-своему. Тайная вечеря. Верно. Террия. Кисти краски 200. Вам начнется космосфер. Его тема марки и стоимость 800. Григория. Григорий, попробуем сыграть. Покажите нам, пожалуйста, марку. В январе 1788 года к берегам этой страны причалили первые корабли, в память о чем там 200 лет спустя выпустили эту марку. В 1788 году. Ну, допустим, Австралия. Конечно. Григорий. Сонная 400. Страдающие этой болезнью то глаз не могут сомкнуть, то на ходу засыпают. Бессонница. Да нет, что. На ворот на ходу засыпают. Сонная болезнь. Верно, Ксения. С ума сойти тысяча. Это пьеса «Жираду» поставлена в мастерской Петра Фоменко. Среди действующих лиц Орели, безумная из Шайо, Констанс, безумная из Спаси, Габриэль, безумная из Сан-Сюльпис, Жозефина, безумная из Конкорд. Не слышали? Пьеса, конечно, известна по спектаклю «Мастерской Фоменко», «Безумная из Шайо». Ксения, выявляли... Закон есть закон 400. Этот закон отражения света был известен еще и в Клиду и Архимеду, а во втором веке Клавдий Птолемей проверил его экспериментально. Угол падения, район угла отражения. С ума сойти 200. Дягилев неоднократно делал попытки вывести этого великого танцора из мрака безумия, посещая вместе с ним балеты, в которых он некогда блистал. Тщетно. Нежинский. Верно. Аукционная 200. Вам достается аукцион. 1200 у Ксении, 2700 у вас и 7000 на счету у Григория. Вопрос изначально стоит 200. Вабанг. Вабанг. Что скажете, Григорий? Класс. Играем. По мнению ученых, сон человека подразделяется на две фазы. Медленную и быструю. Сны мы видим только во время этой фазы. Быстрые фазы сна. Верно. Алексей, играйте. Закон есть закон 200. Молодой поэт Иосиф Бродский был приговорен к пяти годам ссылки именно за это. За тунеядство. И последний вопрос. Гранаты за тысячи. На десятом фестивале литература и кино в Гатчине этого приза удостоился фильм «Бедный, бедный Павел». Приза гранатовый браслет. И позвольте мне подвести итоги нашего второго раунда. 1200 на счету у Ксении, 5600 у Алексея, 7 у Григория. Впереди третий раунд. И мы разыгрываем третий раунд. Я напоминаю о том, что спонсор нашей программы торговая марка Эрих Краузе. Эрих Краузе это полный ассортимент повседневных канцелярских товаров для офиса. От карандашей и скрепов до органайзеров и архивных файлов. Эрих Краузе важна каждая мелочь. А вот и темы нашего третьего раунда. Поэты, созвездия, фауна, коллекционеры, музеи и столицы. Прошу вас, Ксения, начинайте раунд. Столица 900. До начала строительства этой столицы архитектор Уолтер Бурли Гриффин продумал все до мельчайших деталей. И умело вписал будущий город в ландшафт. Столицу упоминают во всех учебниках по градостроительству. Бразилия, столица Бразилии. Нет. Ваффенхтон? Нет. Ксения, дайте, пожалуйста, правильный ответ. По-моему, он очевиден, но если не Бразилия, то Канберра. Коллекционеры 600. Забираю марки от чужих конвертов. Назовите, пожалуйста, коллекционеров. Первый раз слышите, да, этот тембр? Это Шахрин, группа Чаев. Поэты 300. На предвоенном собрании писателей-орденоносцев Сталин спросил у окружающих, а как поживает монахиня? Кого он имел в виду? Ахматову. Конечно. Григорий. Коллекционеры 900. Вам настаётся код в мешке. 1200 у Ксении, 4700 у Алексея, 6400 у вас. Тема «Экзотическая кухня», стоимость 550. Ксении. Хорошо. Ксения, посмотрите, пожалуйста, на изображение. С недавних времён к этому блюду пристрастились и в нашей стране. Суши. Совершенно верно. Ксения, я прошу вас. Коллекционеры 300. В коллекции некого Джойнера более 20 тысяч предметов. Модели роботов C-3PO и R2-D2. Костюм Дарта Вейдера. Коллекция посвящена этому киносериалу. Может быть, «Звёздные войны». Верно, Алексей. Играйте. «Фауна-900». Красивейшую израильских птиц Новой Гвинеи принц-орнитолог Шарль Бонапарт назвал в честь этого общественного устройства. «Монархия». Нет. Ну, если не «Монархия», Бонапарт, Григорий, пожалуйста, «Республика». Играем дальше. «Столица-1200». Полным их отсутствием заманивает туристов норвежская столица. Приезжайте, дескать, к нам в Осло, спокойно отдохнёте. Отсутствием достопримечательностей. Дальше. «Музей-600». «В Плёсе на Волге находится единственный в России музей этого живописца, увековечившего те прекрасные места на своих пейзажах». «Левитан». Верно. «Фауна-600». «Эта песня Мусоргского стала для Шаляпина настоящим хитом, говоря по-современному». «Блоха». «Послушаем». «Блоха». «Блоха». «Фауна-300». «Такова основная пища пауков-каннибалов». «Небось себе подобное. Пауки». «Верно». «Других животных они едят только, если пауков не найдут». Дальше. «Столица-600». «Вам достается аукцион». «Вы, кстати, лидируете. 5600, у вас 5500, у Григория и у Ксении 1750». «3000». «3000». «Что скажете вы, Григорий?» «4». «4. Что скажете, Алексей?» «Вабанг». «Вабанг». «Григорию я уже не обращаюсь, потому что Алексея сумма больше». «Полная тишина. Взяли внимание». «Коренные жители этой Советской Республики не могли правильно произнести название собственной столицы. Буква «ф» в родном языке отсутствовала». «Назвать республику или столицу?» «Республика». «Республика Башкирия, столица Уфа». «Уфа». «Увы, вы дали неверный ответ. Речь все-таки идет о Советской Республике, о республике бывшего СССР. Столица имелась в виду Фрунзе и государство Республика Киргизия. Ох, к сожалению, Алексей, вы дали неверный ответ. Однако продолжим. «Музей полторы». «Маргарита Тучкова, чей муж пал при Бородине, основала этот монастырь и стала игуменьей. Ее восстановленный домик ныне называется «Дом-музей Игуменьи Марии». «Бородинский монастырь» он так называет. «Спас Бородинский монастырь», да. «Алексей». «Коллекционеры 1200». «Они собирают все, что касается пива. Этикетки, банки, бутылки, бочонки, пробки». «Знаете, с точки зрения построения слова, они называются крайне примитивно. «Би-ро-филы». «Фауна полторы». «Этих нелегальных эмигрантов из Индии и Бразилии орнитологи считают главной угрозой равновесию в мире английских пернатых». «Попугаи, наверное». «Дикие попугаи». «На 30% в год растет их число». «Алексей». «Фауна 1200». «Вам достается код в мешке. «3200, 500 у Григория, 1750 у Ксении». «Сема, плакаты, стоимость 400». «Кому отдадите?» «Ну, Ксении, наверное». «Ксения, посмотрите, пожалуйста, на плакат». «Согласитесь, похоже на плакат, а ты записался добровольцем, да?» «А куда призывает американцев дядя Сэм?» «На выборы, очевидно». «Нет». Давайте посмотрим. «Юэс Ами в армию». «Дальше». «Созвездие 1200». «Собака Мера, принадлежавшая первому виноделу Греции Икарию, не пережив трагической смерти хозяина, погибла в бурных водах реки. «И боги превратили ее в это созвездие». «Собака Мера, принадлежавшая первому виноделу Греции Икарию». «Собака Мера, принадлежавшая первому виноделу Греции Икарию». «К господину Головину». «Григорий Викторович, что скажете вы?» «Пас». «Его музей недавно открылся при Тамбовском техническом университете. В экспозиции более ста рисунков, картин, статуэток, подаренных музею. Кулибин. Музей Тамбовского волка. Так и да, ну... А чё ж технический университет-то? Да кто же их там разберёт? Однако вот первое, что ассоциируется с Тамбовым, да, называйте и не прогадайте. Вперёд, Алексей! Коллекционеры полторы. Свою коллекцию он завещал Третьяковской галереи, но большевики распорядились ею по-своему, отняв и поделив уникальное собрание между музеями. Щукин. Верно. Сергей Щукин. Музей 900. В этом лондонском музее вы сможете сфотографироваться рука об руку и с Вильямом Шекспиром, и с Фиделем Кастро, и с Дэвидом Бекхамом. Музей его своего фигур, мадам Чоскин. Верно. Алексей, играйте. Поэты 900. Есенин уже готовил к печати рязанские побаски, канавушки и страдания, но волею судеб первой книгой стала эта, названная в честь языческого праздника. Радуница. Браво! Столица 1500. Этот французский город на реке Уш некогда был старицей бургундского государства, простиравшегося до Северного моря. Дижон. Браво! Поэты 1200. Во время страшного кораблекрушения в устье реки Меконг, поэт-чиновник Камоэнс и сам-то спасся чудом, но еще ухитрился спасти именно это. Может, издание Луизиады. Луизиаду. Луизиаду он спас, но, конечно, не издание, а свои рукописи. Ну, да, вот. Алексей, играйте. То, что это было, да. Поэта 600. К этому литературному направлению Пушкин отнес темные и вялые стихи Владимира Ленского. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Дальше. Столица 300. Этот князь всю жизнь мечтал иметь стол в Киеве. Там его на Перу отравили, там и похоронили. Юрий Долгорукий. Дальше. Музей 300. За тысячи дней до этого события в Берлине открылся музей футбола. Здание в форме футбольного мяча диаметром 15 метров создано из 60 тонн стальных листов. Чемпионат мира по футболу в ФРГ. Совершенно верно, который откроется в 2006 году. Созвездие 300. Об этом созвездии напоминает группа семи выдающихся поэтов 16 века, которую создал и возглавил Пьер де Ронсар. Плеяде. Верно. Созвездие 600. Увы, закончен наш третий раунд. Позвольте подвести его итоги. 2700 на счету у Алексея. 5250 у Ксении. И ровно 5500 у Григория. Впереди финальный раунд. Мы вновь в студии. Мы разыгрываем финальный раунд. Вы видите перед собой 7 возможных тем финального раунда. Алексей, будьте любезны, выберите, пожалуйста, тему, которая вам совершенно не нравится. Мы тут же от нее избавимся. Новая опера. Оп, и нет у нас такой темы. Ксения. Спорт и политика. Мы убрали эту тему. Григорий. Музыкальные инструменты. Спасибо, Алексей. Пьесы. Ксения. Цифры и числа. Григорий, выбирайте, пожалуйста. Налоги и сборы. Играем тему «Хороший пример». Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Я же тем временем напоминаю нашим телезрителям о том, что, согласно нашим правилам, тот игрок, которому удается выиграть три игры подряд, получает замечательный приз. Золотой приз Эрих Краузе. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Ставки сделаны, они внесены в память нашего компьютера, и я предлагаю вопрос. Внимание. Хорваты выдалбливают в скалах лунки, наполняют их землей из долины, сажают виноград и обносят лунку камнями, чтобы ветер не унес землю. Фото хорватских горных виноградников висит в здании ООН, как пример этого похвального качества. Время. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, время истекло. Я предлагаю узнать, что ответили наши игроки. По мнению Алексея, это похвальное качество. Трудолюбие. Браво, Алексей. Совершенно верно. Ставка. Две семьсот и, естественно, пять четыреста на счету Алексея. Ответ Ксении. Трудолюбие. Тоже верный ответ. Ставка. Почему же так скромно, Ксения? И ответ Григория. Трудолюбие. Правильный ответ. Ставка. Пять тысяч один рубль. И с результатом десять тысяч пятьсот один рубль. Григорий Головин, программист из Пензы, одерживает вторую подряд победу. Алексей и Ксения, большое спасибо за участие в нашей игре. Было очень приятно с вами играть. Григорий Викторович, вы выиграли десять тысяч пятьсот один рубль. Именно такую сумму мы сейчас прибавим к нашему призовому фонду. Мы начинаем его формировать. И вот когда он станет большой при большой, мы его разыграем. А в розыгрыше в первую очередь примут участие те игроки, которые в данном цикле одержали наибольшее количество побед. Вы пока что одержали две победы. В общей сложности на вашем счету сейчас четырнадцать тысяч пятьсот один рубль. Именно этой суммой вы будете рисковать, если согласитесь принять участие в нашей следующей игре. Если не согласитесь, получаете эти деньги, мы с вами расстаемся. Если играете дальше, выигрываете. Сумма ваших последующих выигрышей складывается. Если проигрываете, лишаетесь всего. Хотелось бы еще, но сил, к сожалению, почти нет. То есть... Я выхожу из игры. Вы уходите. Итак, Григорий Викторович, главина «Бержавной победы», получает эту скромную сумму и покидает нас. Это означает, что в нашей следующей игре мы встретимся с тремя новыми игроками. Всего доброго. Увидимся. Пока.